МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медведевского района рассказала полицейским, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил ей, что злоумышленники пытаются на ее имя оформить кредит и, чтобы предотвратить операцию, убедил ее сообщить коды из СМС-сообщений. Женщина знала о такой мошеннической схеме, однако поверила звонившему, так как он обращался к ней по имени и отчеству, а также сообщил ее паспортные данные и последние операции по ее банковскому счету. Далее мошенник оформил на женщину кредит, после чего завладел данными денежными средствами в сумме 720 тысяч рублей. Потерпевшая поняла, что попалась на уловки афериста только после того, как ей поступило уведомление о необходимости внести платеж по кредиту. По данному факту сейчас ведется следствие, а вот следующую кражу денег столичным оперативникам удалось раскрыть, что называется, по горячим следам. Преступление произошло в квартире у пенсионерки. Из ее кошелька вытащила деньги молодая помощница по хозяйству во время их знакомства. В полицию с заявлением о краже денежных средств обратилась 77-летняя Шкароленко. Сотрудники полиции выяснили, что бабушка искала помощницу по хозяйству с совместным проживанием, о чем подала объявление в газету. По данному объявлению к ней пришла девушка, однако условия ей не понравились и незнакомка ушла. После ухода пенсионерка обнаружила пропажу 6 тысяч рублей из кошелька. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 23-летняя жительница Ульяновской области, которая находилась в федеральном розыске. Один человек погиб, еще порядка 30 получили ранения на минувшей неделе на дорогах республики. ДТП с трагическими последствиями произошло в воскресенье в Медведевском районе. 49-летний водитель, управляя автомашиной Ниссан, по предварительным данным не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и совершил съезд в Кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, а также пострадали 4 пассажира автомашины Ниссан, двое из которых были госпитализированы. В Медведевском районе на минувшей неделе произошла еще одна трагедия. В результате пожара в деревне Нюхта погиб 47-летний мужчина. Он отравился угарным газом. Жертв могло бы быть больше, если бы не компания молодых людей, которая случайно проходила мимо и смогла помочь хозяйке дома. Около 8 часов 15 минут вечера мимо дома проходила компания, состоящая из трех молодых людей и девушки. Неожиданно они увидели языки пламени и клубы дыма, исходящие из строения. Вскоре из постройки стали доноситься к реке о помощи. Неравнодушные молодые люди взломали дверь и попали в помещение. В квартире находилась хозяйка, женщина 1952 года рождения. Очевидцы возгорания вывели ее в безопасное место. Благодаря мужественным действиям парней, жизни пожилой женщины ничего не угрожает. К прибытию огнеборцев дом был полностью охвачен огнем. Отстоять его было уже невозможно. В ходе тушения в пристрою к дому было обнаружено тело племянника хозяйки. Мужчина 47 лет погиб, отравившись продуктами горения. По предварительной версии специалистов, причиной трагедии послужила неосторожность погибшего при курении. В свою очередь, спасатели подводят итоги пляжного сезона этого года. Официально из-за коронавирусных ограничений он был непривычно коротким. Хотя благоприятные погодные условия в регионе позволяли нынче проводить у воды значительно больше времени, зачастую игнорируя рекомендации специалистов. Возможно, поэтому число утонувших жителей республики в этом году возросло. На сегодняшний день у нас погибших. Я беру оперативные данные. Еще, конечно, статистика придет, где-то уточнятся какие-то сведения. Но если брать оперативные данные, то у нас погибло 27 человек с начала года. В прошлом году на данный период погибло 21. К сожалению, в этом году погибло трое детей. Это значительно больше и, в принципе, страшно, когда дети гибнут. В прошлом году у нас утонул один ребенок. Если брать летний период, то в этом году у нас утонуло в период с 1 июня, вот по сегодняшний день, 19 человек. В том числе, как я уже сказал, трое детей. Большинство погибших на воде – мужчины в возрасте до 45 лет. Согласно статистике, самые распространенные случаи – это падение в водоем с берега или с лодки в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, с наступлением осени увлеченных рыбалкой меньше не станет. Вместе с тем, реки республики в этот период уже начнет штормить. Поэтому перед тем, как сесть в лодку, стоит лишний раз уточнить прогноз погоды, а в случае ее неожиданного ухудшения – незамедлительно уходить в укрытие.